всем привет друзья вы на моем канале в общем да не сказал что в августе будет побольше видео роликов но увы не получилось но сегодня наконец-таки будет новое видео про очистку вот этого красного фосфора уже старенький от реахим от оригинал если что это не какая-то наклейка из интернета и за долгое хранение превратился вот в эту красную жижу давайте попробуем его очистить погнали и так в общем то для того чтобы его очистить нам понадобится несколько вещей во первых это перчатки для техники безопасности пару палочек для перемешивания стакан на 500 миллилитров ну нормальный объем а также красный фосфор ну и кое-что еще это обычная пищевая сода у меня вот такая вот баночка с гидрокарбонатом натрия ну и самая обычная вода ну что ж сначала берем красный фосфор ну и приливаем к нему немного воды берем стеклянную палочку мы перемешиваем данную фосфорную глину после того как мы ее перемешали аккуратно вытаскиваем стеклянную палочку и переливаем содержимое заранее подготовленный стакан ну и после чего все процедуры это промывание баночки чтобы не потерять ни один грамм драгоценного красного фосфора не забываем и также промываем крышечку на которой тоже был мокрый красный фосфор ну и промываем все настолько хорошо насколько это возможно чтобы не осталось ни одной частички красного фосфора все-таки обидно будет если я его потеряю уж тем более это красный фосфор с школьной лаборатории так что ответственность вся на мне после чего чтобы лучше промыть я добавил еще немного воды и кстати полностью почистил данную баночку и крышку тоже ну и теперь остается ждать пока красный фосфор не выпадет полностью осадок и так спустя 20 минут фосфор выпал в осадок и раствор почему-то вот такого вот красного цвета знаете ли вы почему так напишите в коментах давайте поскорее сольем эту красную жижу а точнее декантируем солью в канализацию надеюсь там не вырастут какие-нибудь красные фосфорные крысы вот столько вот у нас осадка ну и теперь снова доливаем сюда воды а вы догадываетесь для чего я взял гидрокарбонат натрия сейчас мы с вами это и узнаем в общем фосфор когда напитывал влагу из воздуха медленно реагировал с водой с образованием получается раствора фосфорных кислот и поэтому чтобы его нейтрализовать я использовал гидрокарбонат натрия реакция проходит с выделением углекислого газа в ходе реакции образуется натриевая соль фосфорной кислоты то есть фосфат натрия за кадром я добавлял до тех пор пока углекислый газ полностью не перестанет выделяться ну и все это хорошо перемешаем далее еще немного воды чтобы лучше промыть от оставшихся фосфата и карбоната натрия ну и теперь снова ждем пока красный фосфор не выпадет полностью посадок ну и снова кормим крыс красным фосфором и так в общем я сливаю данный красный раствор из фосфатов и карбонатов натрия блин потом раковину придется мыть ну давайте вернусь когда более пяти раз еще промою данный красный фосфор потому что он должен быть чистым в общем более пяти раз его промыл получился вот такой вот мокрый красный фосфор оставлю на ночь думаю утром приду и он будет уже сухим вернемся через две секунды ну что ж барабанная дробь как и ожидалось друзья красный фосфор у меня высох но все равно он еще выглядит как немного влажноватый но это свойственно красному фосфору ну и наконец-то спустя два дня мучений у меня это получилось ну и теперь берем нашу полностью сухую баночку я ее полностью отмыл высушил ну и сюда нам нужно пересыпать красный фосфор как по мне довольно таки приятный момент в химии когда уже новое или высушенное вещество чистое мы пересыпаем в какую-нибудь баночку для хранения то есть итоговый получается у нас результат и так в общем наконец-таки его пересыпаю как всегда что-то просыпаю и бегу проводить с ним опыты вот такое получилось видео да конечно проводился с ним целых два дня но зато я получил ожидаемый результат что же мне сделать с красным фосфором напишите в комментариях снять ли мне опыты с красным фосфором ставьте лайки подписывайтесь на канал до скорых встреч пока 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 пока